Всем привет! Сегодня в этой части по бусту овера мы с вами будем улучшать, соответственно, овера, точить, бустить максимально, насколько мы это можем сделать. И давайте покажу, чего я уже добился, как успешный овер, чего я добился. Ну, в принципе, здесь все осталось стандартно. Появилась у нас рука Кабрио, которую я вот только что купил. В связи с тем, что сейчас люди уходят на новые сервера, продают они все просто за копейки. И это, конечно же, играет на руку мне, потому что овер у меня не уходит, а новые сервера овер у меня остается здесь. Купил рука Кабрио, заточил сразу на 4. Почему я это сделал? Просто потому что на 5, чтобы точнуть, блеск у нас стоит теперь одну коробку. Вот такая вот интересная экономика. Блеску нигде не найти, никого у нее нет, поэтому я совсем еще не скоро буду тратить на 5, поэтому лучше пускай будет на 4 все это время. В принципе, на 5 рука Кабрио будет такая же, как 10 посох злых духов. И по соскам, и по урону, но только маг атаки у нее уже больше, вот прямо сейчас. Поэтому я буду посох злых духов также сейчас ломать на этом видео. Да, опять сгорит все, опять вот, можно даже видео назвать, так опять сгорело. Я не думаю, что он дойдет до 16, я думаю, он екнется на 11. Вообще, заметил, что сейчас после обновы, не знаю, заметили вы это или нет, но мне кажется, что шансы на точку Б оружия понизили в связи с тем, что расход заряда в духе теперь 1, а не 2. Ну и, соответственно, понизили шанс. То есть, мне так кажется, по моим ощущениям. Также я купил за 40 КК вот это вот супер халява, щит кристалла тьмы плюс 2 мудрости. Почему плюс 2 мудрости? Просто потому, что мне не хватает этого стата, чтобы кап получить на шанс магической и критической атаки. Также я собираюсь себе вдолбить время перезарядки магических умений 10%, чтобы на качи стоял овер просто с безоткатным скиллом. Проблема, в принципе, овера не в скорости атаки, а в том, что у нее всего один дамажущий нюк. То есть, у нее всего одна дамажущая обилка, и она не успевает откатываться, прежде чем еще раз ее заюзать. Он ее кастует очень быстро, так, чух, 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 ну, в смысле, кастует, давайте я покажу, что я начал, как дурак тут, изображать из себя. Но это без бафа, кастует, в общем, вы поняли, кастует он ее очень быстро, но она откатывается, ну, слишком долго. Если бы у нее не было отката вообще, я думаю, он бы дамажил в 2 раза быстрее. Еще одна вещь, которая при обретении у меня здесь появилась, агатионы были, камни. Я не выдержал в прошлый раз, полторы тысячи данных семян поменял на камни. Вот такие три камня у меня получилось, сейчас мы с вами еще раз обменяем на припасы, вот эти самые ларцы. И надо ждать ивента с камнями, больше я не нахожу никакого варианта. Конечно, вы бы сказали, что лучше на порошок эликсира копить. Да, порошок эликсира это имба штука, но конкретно в данном случае мне будет больше пользы и толка от камней, а не от одного стата, который еще и с очень маленьким шансом, если вы, посмотрите, зайдете, а его уже нету, посмотрите. Очень интересно, порошок есть, а создать его уже никак, да? А нет, его же переместили, вот. А с каким-то непонятным шансом, типа там 50 или 40 процентов получить один стат, в общем, на моем уровне, я думаю, это совсем не то, что мне надо. Также я скопил кучу других вот штук, которых можно заточить. Я получил 82 уровень, овер, соответственно, и из коробки вытащил еще один набор свинцом героя. Это все клево, давайте посмотрим, какой камень, это опал, и опал, по-моему, у меня даже был уже в прошлый раз. По-моему, я уже выбивал опал, сейчас посмотрим, это второй опал, если не ошибаюсь, там, значит, там 4, либо я что-то попутал. Давайте быстренько глянем сейчас. Опал я, да, вот вижу, вот опал. Вот такой вот у меня, кстати, ВХ, кому интересно, я также купил за 40к души Сигиля, который, в принципе, дает неплохие статы за свои 40к. 40к, и рукавицы кошмаров я из рандомкрафта выбил. Давайте сейчас попробуем синтезнуть, это вообще больная тема для меня, да, я в прошлый раз сжег себе все вещи, потому что у меня на 2 зашел, ну, слава богу, но я уже не верил. Просто потому что у меня циркон не заходил на 2, 25 штук до обновы, вы понимаете, 25 первых цирконов не зашел ни один на 2 до обновы, это просто жесть какая-то была. Так, что бы я еще сделал? Конечно же, мы сейчас с вами сделаем вот что, мы сейчас будем точить все вот эти вот штуки, мы сейчас будем точить с вами бэшную пушку, которая мне уже, в принципе, не очень нужна, ее можно либо кинуть и сломать, но я думаю, интереснее будет ее сломать именно через заточку. Ее можно в рандомкрафт запихать, в принципе, я больше не нахожу никакой роли. Она все еще по соскам дает чуть больше статов, чем рука Кабрио, но смотрите, бам, да, видите, она ломается, я говорю, бэшные пушки начали ломаться очень легко после обновы. Шанс, ну вот прям уверен я, что понизили, я не знаю, вдвое, потому что до этого бэшную ту пушку на 10 я заточил просто без проблем. Сейчас я там штук, наверное, 7 с купонов этих бэшных точил, вообще все ломаются сразу после первой же заточки, это просто какой-то кошмар. А давайте венец теперь поломаем, в принципе, сегодня такое будет ломательное видео, сейчас я немножко уменьшу радиус обзора, чтобы у меня фпс подрос. Так, ну венец, понятное дело, понятное дело, что венец у нас даже на 1р не зайдет, потому что, нет, на 1 зашел, потому что у венца шанс там, я не знаю, какой-то супермаленький, да, он там на 4 у кого-то заходит, ну вот видите, у меня на 3 ломается, тоже какое-то проклятие. Следующее, можно поломать теперь пояса. Второй пояс на 5 было бы, конечно, просто очень круто, но не особо верю, у поясов шанс заточки тоже, видите, ну, вы, в общем-то, видите все сами. А сейчас я быстренько потачу пояса. По поводу овера, в принципе, я, мне понравился овер, он может качаться как в физбилде, так и в магбилде. С рукой кабрио я скачаюсь, получается, в той, набиваю себе атрибут, кстати говоря, я атрибут тоже купил, а на это ни много ни мало было потрачено 120кк адены, то есть даже почти 150 камней подросли, там очень сильно, по 36кк я покупал камни, ну, да, это ближе уже к 150, я бы сказал. На 2 зашел пояс, ну, хотя бы на 2. Так что, зачем я это вообще сделал? Казалось бы, это кража сущности никак не привязана к атрибуту, то есть к макси атрибуту или не макси, сильнее ты не будешь бить кражи сущности. Но вот что я заметил, смотрите, защита от атрибута у меня 180, это на ветре, потому что я вточил ветер себе на 10 и, соответственно, все кинул в защиту. Сейчас на Олимпе и в ПВП просто меня все еще вырубают сильные бойцы, но если я все сделаю по 180, то лучше, конечно же, там по 200+, то есть лучше по 3 звезды все это замаксить, тогда я буду намного легче и проще стоять на мобах. Понятное дело, не всем нравится мой канал и часто видят, когда Смита просто не могут пройти мимо. Поэтому, в принципе, это помогает мне выживать под мобами, уже некоторые персонажи не могут меня завалить из тех, кто пытался меня завалить. Я иногда даже сижу просто рофлю с того, что меня под мобами не может какой-то там маг 86 убить, да. Ну, понятно, не сильно забученный, но все равно это забавно, потому что у нас разница в уровне, на 80-ом было. И это, блин, мне эта штука очень понравилась. Овер, то, что его убить очень тяжело под мобами. Я сам сталкивался с такой неприятностью. Вау, я не знаю, что с Евой происходит, но Еву не точится, походу, вообще. Серьезно. То есть, вот эта Ева, которая у меня на 4, скорее всего, всю жизнь она у меня и будет. Блин, реально, Ева настолько дебильно точится, я раньше никогда не обращал внимания. Напишите ваш опыт за точки Евы, потому что настолько плохо, я не мог себе представить. Еще мы, кстати, поставляем с вами ЛСы в оружие. Я сейчас акция с ЛСами, я думаю, не нужно прострать. Я бы хотел себе ЛС, если спрашивать, какой бы ЛС я себе хотел, то это был бы ЛС... Так, продам Кору. Кору уже 3 стоят коробки, представляете, Кору. Еще недавно, я помню, она стоила там что-то типа 8 коробок. Но из-за того, что сейчас первые эпики стали просто копеечными, потому что они обмениваются на точки. Точку, там Кору поменять на точку, шанс какой-то вообще дурацкий, типа 20%. То есть сейчас самое время сделать Кору. Возможно, я ее уже сделаю в ближайшее время, куплюсь за 3 коробки. И Кора мне неслабо так бустанет, минус урон по мне. То есть сейчас вот конкретно в этой обнове Овер это, безусловно, танк. Танк, который врывается в толпу и кидает всем дебаф. За счет того, что у него дебафы на очень маленькие рнджи работают, очень маленькое расстояние. Овер влетает в толпу и раздает дебафы. Все, что от него нужно. После обновы, после обновы, сейчас давайте с вами купим еще на оружие 10 штук. Они передаются или нет? По-моему, сейчас посмотрю, передаются, нет? Нельзя продать в магазин. Ну, слушайте, по-моему, они передаются. Давайте с вами подточим, посмотрим, какой ЛС. Давайте стат какой-нибудь хотел бы. Так, сила крышечных атак для всех умений плюс 30. Расход МП минус 2. Ну, слушайте, это прикольный ЛС, но типа нет. Не для меня. Так, урон заряда души 1%. Ну, спасибо большое. Нет, я хочу что-нибудь красное выбить. Скорость магической атаки плюс 75. Мощность всех умений 1%. Мага атаки 200. Это что вообще за... Это вообще законно? Мага атаки 200? Серьезно? Подождите. Мощность всех умений 1%. То есть 1%. Блин, звучит как что-то имбанутое на самом деле. Мощность всех умений, потому что мне, в принципе, на овер нужно и мага атаки на 200. Я не знаю, насколько это круто, но типа у меня еще 6 ЛСов. Давайте, чем черт не шутит. А можно где-то список ЛСов посмотреть, там есть где-то свойства. Так, давайте свойства. Мага атаки 535 можно получить. Сила критически для всех умений 10-300. То есть у нас далеко еще даже сила, а у нас мощность всех у меня 1% всего. А заряд духов так. Урон от заряда души, заряд духа от 1 до 5% можно получить. Сила критических умений плюс 300. Мощность всех у меня... Ну, смотрите, у меня по сути просто кап... Ну, самый... То есть это не самый... Это не самый еще крутой ЛС, который может быть. Скорость магии 75, вот это круто. Это средняя скорость. Но, наверное, нет. Наверное, ее тоже за доджу. Расход мне тоже мне не нужно. Давайте что-нибудь магическое. Мощность всех умений тоже не то. Чувствую, что я просрал. Так, скорость атаки... Нет. У меня осталось мало ЛС, знаешь, нормальная. Сила критический расход темпы. Нет, серьезно, у меня последний ЛС. Скорость магии 20, мага атака 80. Блин, просрал, походу, я свои нормальные ЛС. Давайте еще купим. Видимо, я сейчас просто все бабки просру на эти ЛС, которые я отставил любезно для других видео. Так. Ну, давай, верни мне хотя бы то, что было. Так, урона зарядов души 2%. Можно было 5 выбить. Мощность всех умений... Все, вот это я считаю нормально. Объясню почему. Мощность всех умений и урон отсосок... Отсосок это, наверное, то, что мне нужно. Просто потому что, смотрите, у меня уже 7,6 будет урона отсосок для оружия. И еще, когда я добавлю, будет там 8-9 урона процентов отсосок оружием. То есть, с сосками я буду сильнее чуть-чуть бить. Но мощность всех умений 1% то, что я бы хотел себе вернуть, да. И, в принципе... А где мощность? Мощность всех умений 1%... Ну, блин, ведь здесь есть 5%. Типа, у меня еще 4%. Ну, ладно, давайте. Уговорили так уж и быть. Раз, два... Так, это что, урон? Ну, это все не то, что я хотел бы. Скорость магии 15. Нет, совсем ужас какой-то. Расход МП. Но опять все плохо. Опять придется закупать камень на оружие. Ну, ладно, я... Блин, надо было остановиться. Я хочу, конечно, что-то жирное выбить. Но, типа... Камон. Может быть, я остановлюсь на чем-то типа... Нет, это тоже плохо. У меня будет 2%. Мощность всех умений и мага атаки нет. Но у меня было уже лучше. Зачем мне на этом устанавливаться? Скорость мага атаки. Тоже кал какой-то. Так, давай нормально что-то. Мощность всех умений и мага атака 30. Но это кал. Скорость атаки и мага атаки 188. Ну, серьезно. Я просрал столько уже ЛСов нормальных. Ну, давай еще тогда. Чем черт не шутит, правильно? По 1000 монет мы тратим на все это дело. Уже 5000 монет потратили. У меня было 2 нормальных ЛСов. Все, я дебил. Я, короче, остановлюсь на чем-то нормальном. Так, это самое дешманское, что может получиться. Расход МП это тоже очень плохо. Это очень такое себе. Скорость атаки, но это тоже плохо. Скорость мага атаки. Урон зарядки души. Вот давайте оставим уже на этом. Я и так просрал. У меня остался, по-моему, последний ЛС. Я не хочу его тратить. Давайте пока что. Здесь 60. Скорость мага атаки. Это нормальный стат мне дает. И урон от зарядок сосок 1. То есть, я пока что оставлю этот. Понятное дело, что акция еще будет длиться сколько? Кстати говоря, это что, постоянная акция? 11 дней. То есть, возможно, через 11 дней мне придет зарплата, и я смогу себе позволить, что получше. Но сейчас, вот конкретно сейчас, я бы оставил то, что есть. В принципе, в принципе, да, у меня были ЛС и получше. Я бы про мощность там оставил и урон сосок. Это был прямо, мне кажется, самый топовый вариант. И стоило на нем остановиться. Но, блин, я хотел что-то еще поинтереснее выбить. 1400, 1424. И урон от зарядов души тоже один получился какой-то. В принципе, по-моему, все. Здесь уже ничего особо не поделаешь, ничего не поточишь. Здесь я сделал все, что хотел. Спасибо за просмотр данного видео. Такой небольшой буст. Я бы сказал, что не очень эффективный. Просто из-за камней и вот этих вот ЛСов. Хотя, может, еще бомбануть. Блин, ну он каловый камень, я не могу. Давайте еще возьмем и... Блин, эта акция будет не скоро, поэтому надо тут бомбить. Надо себе попробовать урон набить. Ну, началось уже просто. Рулетка затянула, так сказать, парня. Так, что у нас? Скорость физ, это вообще не то. Расход МП тоже не то. Физ атаки 360 было. Ничего себе. Расход МП тоже не то. Скорость маги и мага атака 80-92. У нас осталось 2 ЛСа. Блин, да серьезно. Дайте мне... А, то есть самое крутое, что можно это заряд... От заряда духов получить. И либо силу, то есть. Ну и здесь скорость каста, здесь и мага атака есть. То есть, причем, в принципе, неплохо. Скорость каста 80. И вот единственное, что мага атаки... Мага атаки может давать от 30. А у меня мага атаки 92. Ну, я думаю, что вот здесь я припаркуюсь, наверное. Хотя урон отсосок был. И я его дважды просрал, знаете. Так, давайте посмотрим сейчас, в принципе. У меня было 3000. Просто стало 3100 с чем-то. И еще 2 ЛСа. 2 ЛСа. Черт, ну я... Я точно сфейлюсь. Мощность тех умений. Все, вот это я оставлю. 1%, я думаю, что нормально. Мага атака и мощность тех умений. Все, вот это мы оставляем. Здесь припаркуем. Здесь моя конечная. Потому что дальше я уже вряд ли смогу себе что-то выбить хорошее. Давайте еще раз зафиксируем. 68 мага атаки. Мощность тех у меня 1%. Да, это не урон с осками 2%, которые я успешно просрал. Потому что я не думал, что он такой тяжелый. Но это тоже что-то. Возможно, в дальнейших видео, я говорю, когда у меня появится... Когда мне капнет зарплата, да. Мы с вами еще немножко ЛСов поставляем. Но пока я остановлюсь именно на этом. Спасибо всем за просмотр данного видео. С вас лайки, подписки. Не забывайте про все дела. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok